Там не туалет, там не срать, не ссать, поймают, череп проломают У вас очень интересные ролики Я как раз, как этот пчеловод Отлично бизнес-план, послать двух евреев, да, и получить вот такое вспоможение Редкий случай, когда в Москве можно показать закуток счастья Ну и в итоге, как вы думаете, вот если ребенка постоянно сечь, если его унижать, вот как бы он вырастет закомплексованным или нет? Прям изба-изба, бревна идут Ну-то и считается у нас домом мастера Москва, это одна сплошная чума Сегодня, друзья мои, вас ждет абсолютно антиковидная экскурсия Как видите, я подготовился к этому процессу Но, надо сказать, что мы сегодня просто коснемся к теме чумы 1771 года Плюс я делаю все, что предписано правительству в Москве Я хожу в маске Но она, понимаете, такая Видите, какая она? Ой, мега сексуальная на самом деле Ну, понятно, что всю экскурсию мы так не будем водить Это чисто вам для фана А будем водить мы по старому вот такому имиджу Это я повешу себе на пояс Мы находимся с вами на станции метро Кропоткинская Каждый раз, каждый раз, когда я провожу тут экскурсии, я делаю следующее Я прошу поднять руки тех людей, которые никогда не были на этой станции метро И вы знаете, в последнее время стало меньше рук подниматься Но вот когда я только начинал свою деятельность экскурсионную московскую Их поднималось очень много А ведь это одна из самых центральных станций Одна из самых центральных Одна из центральных станций московского метрополитена Что говорить о том, что Ну, в общем, многие люди, живущие в Москве Они не так часто выезжают за пределы определенных спальных районов Что делает для меня, человека понаехавшего Вот так вот надо сделать Человека понаехавшего, да, из Петербурга Крайне комфортным вождение здешних туров Потому что я рассказываю про многое другое Мы здесь выяснили один раз Что я здесь делал несколько фотографий Если я их найду, я подставлю Если нет, то нет У меня тут многие туры начинаются И по Гугольскому, и по Причистенке, и по Остоженке И в ту сторону Что здесь были когда-то провода И у меня один из самых таких внимательных экскурсантов Увидел по двух фотографиях одного из следующего года Что провода исчезли А вот на этом месте Тут уже, кстати, все менялось Вот здесь раньше, на месте вот этой мемориальной доски Где сказано, что данная станция построена по проекту Душкина и Лихтенберга Это именно Лихтенберг на самом деле Подсобил Душкина Он пригласил его на проектирование этой станции Они проектировали именно вот этот вот павильон А вестибюль проектировали другие Архитекторы Ну, получил две премии в Париже и Брюсселе Этот павильон Одну, по-моему, в 1939-м А вторую в 1950-м каком-то году Но Суть не в этом Суть в том, что А, станция раньше называлась Дворец Советов Который должен был стоять вот на этом месте И об этом, во-первых, у меня есть отдельная лекция А, во-вторых, я сделаю обязательно экскурсию Вокруг бывшего Колымажного двора Ныне ГМИ имени Пушкина Откуда был замечательный побег совершен При содействии деда Шостаковича Васлов Домбровский оттуда бежал И станция называлась Дворец Советов Именно потому, что это был, как бы, такой первый шаг К выходу, к этому замечательному зданию А раньше на этом месте стояла церковь И об этом мы можем узнать Если мы пойдем посмотрим на другую мемориальную доску Которая, кстати, раньше висела с этой стороны Потом они сделали такой вот Ченч Такой обмен данными И перенесли ее вот сюда Церковь Сошествие Святого Духа Но в народе Она называлась еще на грязях Почему на грязях? Потому что здесь раньше протекал ручей Черторый или черторый Который, по мнению местных людей Черт рыл Потому что при каждом разливе При каждом половоде Москвы-реки И при всевозможных неблагоприятных Погодных условиях Он разливался И превращал данную местность Вот в то, что и стало называться Грязями Грязью И мы с вами будем Ну почти с этой точки Стартовать дважды Сейчас мы с вами пойдем по остоженке И даже по кое-каким дворам Ну, какие и есть А потом через какое-то время Мы с вами пройдем Причистинки И я тут даже наметил Такие маршруты-пролазы Ну, Москва, она для этого не предназначена Но я как любитель подобных вещей Я, собственно, стараюсь Найти все самое интересное И я вам покажу Буквально вскоре Такой вид, который я сам для себя С неожиданностью Открыл Который Поразил даже меня И это самый центр Москвы Потому что остоженка Это золотая миля Одна из самых дорогих улиц Не только в столице, но и в мире И бла-бла-бла Мы с вами окажемся на самом деле Напротив дома по Причистинке Хотя мы с вами пойдем по остоженке И там нужно отметить ряд событий Ну, во-первых, там жил Борис Пастернак Во время немецкого погрома Была такая история в 1915 году Когда нужно было найти Каких-то виновных неудачи Наступления нашей армии И Николай Николаевич Младший Который командовал Был главнокомандующим нашей армии С его санкции Была инициирована волна Антинемецкой истерии И прошли погромы И вот Борис Пастернак Который жил там Таким воспитателем, гувернером В семействе Филиппа Некого Который, как вы понимаете К немцам не имел никакого отношения Он писал о том Что толпа добралась и до этого дома Потому что громили Фабрику Энема Громили аптеку Ферейна Которая располагалась То ли на Никольской, то ли на Ильинской улице Я уж не помню Хотя миллион раз ходил там экскурсии И У него там пострадало несколько рукописей Но Нам интересна еще одна история Которая будет сквозной темой Нашего Поискования Этих двух экскурсий Это конечно же Мемориальная доска Которая посвящена Еврейскому антифашистскому комитету Который висит на этом доме Дело в том, что У нас есть такое мнение Что Помощь Как сейчас выражается Владимир Владимирович Путин Наших западных партнеров Во время Второй мировой войны Но в принципе не то, чтобы была не нужна Ну Как бы и без нее бы справились Я абсолютно уверен, что мы и без нее бы справились Но какими Жертвами еще дополнительными И какими Временными Ресурсами И поэтому Было сформировано несколько комитетов Вот один из них назывался Еврейский антифашистский комитет И была предпринята совершенно уникальная Агитационная пропагандистская Мера Поставили двух человек Михаэлса и Ицека Фефера В Штаты Для того Чтобы они Собрали там деньги И исправили имидж СССР И объяснили, что мы воюем за Светлое дело и так далее И они, надо отдать им должность И свои задачи И справились на 100% Успешное турне было не только в США Они были даже в Мексике И еще в ряде стран И собрали денег Вот если вот туда привести взгляд Вот там висит такая мемориальная доска Еле заметная Да, со семисвечным минорой Они собрали денег По данным истории Олега Витальевича Будницкого На 500 Самолетов и 1000 танков И даже больше Это, ну, согласитесь, неплохо Как он говорит, отличный бизнес-план Повпать двух евреев И получить вот такое Вспоможение А после войны Надо сказать Когда началась вот эта Борьба с космополитизмом С безродными космополитами Дело в том, что Михаил, он выступил с инициативой Отдачи Крыма под автономию еврейскую И еще ряд людей Он подписал это Ну и самое главное Иосиф Саверенович Сталин Уже делал ставку на Израиль А с Израилем не срослось В общем Я вам сейчас вот здесь покажу Один маленький отрывочек Из фильма, который все знают Он называется «Цирк» Буквально чуть-чуть Это Михаил споет песню Колыбельную на идише Дело в том, что ее вырезали После того, как этот фильм вышел Потому что Михаил был убит Его вывезли Он был такой видный человек Его невозможно было просто взять и убить Его вывезли в Миск для этого С ним поехал МГБшник И специально он там уговорил Его поехать с ним на дачу Якобы на день рождения Какого-то друга своего И Приехали туда Михаилса убили Этого МГБшника тоже убили Инсценировали смерть Что якобы на них наехал грузовик Вот в Минске Представляете, сколько там было грузовиков В темном переулке Сразу сбил двоих Ну, понятное дело, что это все было Шито белыми нитками Было сфабриковано Дело еврейского антифашистского комитета В результате которого Помиловали только Лину Штерн Ну, она была слишком известным Ученым во всем мире Было расстреляно Больше двух десятков человек Это было все в рамках Соответственно Борьбы вот С этими безрозными космополитами Пойдем сюда Начался другой цирк После всей этой истории Потому что Всех тех, кто инициировали это дело И Рюмин, и Лихачев, и Комаров Особенно вот последние двое Они были еще инициаторами Так называемого Ленинградского дела Их расстреляли Вакумова, извините Точно так же Который все это дело инициировал Цанаву, который был награжден Боевым орденом За операцию по убийству Михаэлса Точно так же расстреляли А сцену Фильм вернули И это было начало отката Вот этого Пиар-проигрыша У нас только-только Получилось Наладить Положительный Выстроить положительный имидж И вообще Вторая мировая война Это был Такой момент, когда Советский Союз Он гремел на весь мир У меня есть целая серия выпусков Про советскую пропаганду В США, в Голливуде Я там все возможные Журналы Тайм показываю И вот начиная с этой волны С Ленинградского дела С дела Еврейско-антифашистского комитета К сожалению, мы закрылись От всего мира И вот Начался обратный отсчет Когда мы закупорились И, увы, и ах Но мы этой темой еще потом Коснемся в другом аспекте А я хочу вас Показать вот этот вот Замечательный вид Он уникален Он изменится Естественно, вскоре Потому что здесь будет Через 4 года Здесь будет город-сад Но для центральной Москвы Это крайне Вот странно Вот отсюда Высуньтесь Там вот Куча видна Вот этот дом под рюмкой Так называемый И купол храма Христа Спасителя Уникальная картина Для самой дорогой Улицы Москвы Я это показываю Не для того, чтобы Знаете, я там Типа вот нашел грязь Мусор И я вам показываю Нет, я вам показываю Потому что вы увидели Как потом будет изменен Этот фасад Да, то есть его Сам фасад оставили Его Как мне кажется Надстроят, естественно По замечательной Московской традиции Инкорпорируют здание Вся начинка будет Современная Видите Тут не туалет Поймают череп Сломая Не срать И не мочиться То есть действительно Доведены Люди до Белого коленя И мы Вот Идем Под По препятствиям Да А мы с вами Потихонечку выходим Там не туалет Там не срать Не сать Поймают Череп Проломают Ну я так На всякий случай Предупредил Может быть Это Будущая жертва Расчлененки Никто же не знает На самом деле Я тут был в гостях В одном месте Меня все троллили Петербургом Да У нас сейчас Называют его Расчлененград Вот Мы выходим с вами На Сложенку Здесь Нам к сожалению Сейчас придется Нарушить правила движения Я на это иду сознательно Извините меня Но просто Обходить очень долго Пойдем Перейдем Потому что нам надо Вот в ту вот арку В Москве Не так много Проходных дворов Но кое-что Мне удалось Найти Я тут водил Один раз группу И вот здесь стоял Грузовик Ждал Когда ему Откроют Ворота И люди Не могли пройти Ни с той Ни с другой стороны Потому что Были очень узкие проходы Здесь образовалась Самая настоящая пробка Значит Москва ведь Она еще какая Она еще булгаковская И дело в том Что В романе Мастера и Маргариты Есть сцена Где вот Поэт Иван Бездомный Несется В погоне И забегает В некий Переулок В дом номер 13 В квартиру Как ему казалось Искомую Видит там Знаете Всякую там Какую-то старую Шапку-ушанку Велосипед Со спущенными шинами Именно там Он берет образок И как пишет Булгаков Он отправляется По этому переулку Прямо к Москве-реке Собственно Мы сейчас По направлению К Москве-реке И идем Действительно В одном из домов По переулку На который мы Сейчас с вами выйдем Жил его Приятель-филолог Лямин И Булгаков Использовал Это в своем романе А у поэта-бездомного Было несколько прототипов Ну Про один из этих прототипов Я рассказываю Как правило На бульварах Где жил Демьян бедный Поэт вредный Да, кстати Мы сейчас Прервемся А вы не знаете Вот это вот Что такое Это веншах А куда она ведет К сожалению Я не знаю Вот Вопрос знатокам Я тут На серьезных Таких щах А, кстати Пойдемте Покажу Закуток счастья Редкий случай В Москве Где я смог Это найти Я тут Такое Делаю предположение Вдруг Вдруг это бомбоубежище Но мне умные люди Говорят Нет Это не бомбоубежище Это нечто другое Вот что другое Ребята Расскажите Я уверен Вы знаете Редкий случай Когда в Москве Можно показать Закуток счастья Вот видите Очень хороший вид Вот из этих окон Открываются Окна за решетками Смотрят в стену Обычно это показывают В Петербурге Но вот вуаля И в Москве тоже есть И плюс к этому Здесь есть Наш замечательный Ад перфекциониста Бран Маур Противопожарная стена С окнами Но обратите внимание Как они врезаны Они как бы в одну линию Но вот последнее окно Немножечко Упс Не попало Ну потому что Эти окна Врезались уже После того Как было получено Зарешение На их здесь Размещение Изначально Здесь ничего Не должно было быть Возвращаемся К поэту Ивану Бездумному Еще одним Прототипом Был Александр Безыменский Про которого Ходил такой стишок Волосы дыбом Зубы торчком Старый дурак С комсомольским Значком Он очень жестко Троллил Не только Булгакова Он очень жестко Троллил еще И Пастернака Бориса Ну как троллил Троллинг Это он бывает Знаете Может быть даже Злой Но безобидный А вот Троллинг в то время Мог в общем-то Вам светить Вполне серьезными Последствиями Но и он В отличие от многих Других Замечательных Поэтов Прожил долгую Счастливую жизнь Умер там Аж в 70-х годах В Советском Союзе К сожалению Для него В памяти народной Особо не остался Кроме как Наверное Прототипом Ивана Бездомного А второй Человек По фамилии Овчаренко На самом деле Взял псевдоним Себе Приблудный Когда он был В армии Котовского Вот еще один Замечательный Закуток счастья Московский Редкий И тут Посмотрите Какая чудесная Занавесочка Осколок Еще старой Москвы Не дотянулись Сюда Руки Лапы Риэлторов И Богатеньких Буратинов Приблудный Был приятелем Есенина И мы Об этом Сегодня еще Поговорим Возле Последнего Адреса Сергея Есенина В Москве Я имею ввиду Конечно же И ему Приписывали Другую Эпиграмму Хотя Судя по всему Он не писал ее Эх Клим Пустая голова Навозом Доверху Набитая Имеется ввиду Клим Ворошилов Который у нас Был главный Конник В стране Навозом Доверху Набитая Ведь лучше Быть Хвостом У льва Фу Навозом Доверху Завалено Ведь лучше Быть Хвостом У льва Чем задницы У Сталина Имеется ввиду Лев Троцкий И соответственно Юсиф Исарионович Ну и в общем-то Вот У приблудов Была Более печальная История Его расстреляли Вот сюда Соответственно Выбегает Иван Бездомный Бежит Вот по направлению Где сейчас У нас Видите Видна чудесная Скульптура Церетеля Кстати Согласитесь Мы уже как-то К ней свыклись С ней Да Уже она как-то так Не особо Мозолит нам Взгляд И в общем-то Я думаю Пройдет еще сто лет И она уже Будет рассматриваться Как вполне Такой себе Памятник архитектуры Я вам сегодня Буду показывать В основном Картинки печатные Чтобы вас Ну Больше поместить В экскурсионный контекст Не всем это нравится Ну так и не всем Нравятся костюмы И прочее И прочее Но мне иногда Так удобнее Потому что Можно встать конкретно На ту точку И посмотреть Как что выглядело И совершенно точно Вам показать Как что было Вот например Мы сейчас с вами В пожарском переулке Я вам хочу показать Вот если мы Перейдем Дорогу Давай вот сюда Перейдем Сейчас у нас Как раз Будет зеленый свет И вот он Наш зеленый свет Вот дом Этот виднеется И вот соответственно Этот дом Виднеется вот здесь И посмотрите Какие дома были С этой стороны Да Еще такие Маленькие Московские Стародавние Старозаветные Как оно все Изменилось Дальше у нас Дальше не дальше Вот там у нас были Я всегда Как называл Обыденскими Переулками Первое и Второе Они на самом деле Обыденские Как выясняется Потому что Они названы В честь церкви Или пророка Обыденного А не обыденского Обыденный Это значит Церковь Которая построена В один день Вот век Живи Век учись На самом деле Потому что Я на голубых На голубом глазу На серьезных щах Вот рассказал Обыденские Мы с вами Приближаемся Вот сюда Я вам хочу Показать Опять таки Картинку Как бы Эта местность Выглядела раньше Потому что На месте Этого дома Стоял совершенно другой А вот там Стояла Церковь Воскресенье Слагущего Вот Так вот Вот оно все Выглядело Первый Зачатевский Переулок Сейчас У нас там Зеленый свет Пойдем Перейдем Я вам хочу Показать еще Одну Совершенно Потрясающую Фотографию Вот здесь Вот она Там какая-то Видите Съемка идет Вот И приближ Тут прямо Есть такая Надпись Моссельпром Если вы Знакомы С творчеством Владимира Маяковского То вы должны Знать Самый Гениальный Креатив Его Как рекламщика Нигде Кроме Как в Моссельпроме Я считаю Что Ничего круче Этого Придумать невозможно Ну разве что Я вот Слышал Один рекламный Слоган У нас в Питере Товарищ Верь Ты купишь Дверь Точно так же Маяковский писал Следующее Остановись Уличное течение Помните В Моссельпроме Лучшее печенье Чёрта ли С пищей Возиться дома Если дешевле У Моссельпрома Ну и наконец Стишок Который я всегда Рассказываю На Арбатской площади Там где Нынешняя Прага А раньше она была Столовая Моссельпрома Туда кстати Вот Киса Воробьянина В таком Самолку Притянул И там он орал В номера В номера И спустил все деньги Которые нужны были На следующий день Для аукциона После чего Вся эта катавасия И началась С поиском стульев Тоже гениальное Совершенно Произведение Здоровье, радость Высшее благо В столовой Моссельпрома Бывшая Прага Там весело Чисто Цветло И уютно Обеды вкусны И пиво Немутно Вот так вот Соответственно Новояз Входил В нашу жизнь Дело в том Что для нас Такие Всякие понятия Там Моссельпром Губ управления Совнарком В ЦИК И так далее Они уже привычны А тогда Для людей Того времени Это был Абсолютный Нонсенс Здесь у нас Святитель Алексий Митрополит Известный тем Что он вылечил От слепоты Ханшу Тайдулу И за это Соответственно Ему Были Преференции Он основал Монастырь Не этот Этот основали Две его сестры И называется Он Зачатевский Вот Если ты Подойдешь сюда Как раз Вот здесь Две его сестры И Зачатевский Монастырь Раньше Ведь Считалось Что Если Женщина не рожает То проблема Только в ней Мужик вообще Ни при чем И поэтому Как вы сами знаете Самое лучшее средство От всего на белом свете Включая коронавирус Это помолиться Ну на самом деле Смех смехом Молитва Это очень хороший Такой Психотренинг Да Для вас Может быть Но Конечно же Не от Каких то там Более серьезных вещей И поэтому Иван Грозный Ну будущий Иван Грозный Конечно На тот момент Он не был Ни Иваном Ни Грозным Он Долгое время Не мог родиться И его родители Василий Со своей женой Они там ездили Молиться В разные места Сюда Собственно В том числе Храм потом был закрыт Сейчас передан Обратно верующим А здесь вот у нас есть Как раз Еще Во-первых Ну замазанные Какими-то идиотами Как обычно Во-первых План Этого Треугольника Где мы с вами находимся До революции И вот как раз Фотография Уже с другого ракурса Этой церкви Воскресения Славущего Вот здесь Вот это кстати Фотографию я вам показывал Ну а дальше У нас уже Более печальные кадры Это ее снос Вот видите Разбирают Церковь И материал Который От разбора Специально складывают Потому что он потом Использовался Для строительства Ну и уже Так сказать Практически Финальная Стадия Очень еще один Интересный вопрос Вот воскресение Славущего У людей Не очень следующее Их может сложиться Впечатление Что Это идет Речь про воскресение Христова Нет Это имеется ввиду Воскресение Обновление храма Христова Вот императора Константина Елена Императрица Значит И поэтому Славущего То есть он Слывет Он как бы Воскресение Помехи Встречаются к нам Не подготовились Воскресение Якобы Да То есть по разному Это можно назвать Вот этот дом Мы на него Посмотрим с вами С другой стороны Построен был Архитектором Кекушевым И переписан На свою жену Она его потом Продала И Новый владелец Объединил Эти два здания В одно И здесь у нас есть Мемориальная доска Посвященная Митрополиту Тихону Ну там Не написано Но я вам скажу Что он в миру был Белавин Человек кстати Очень сильно преуспел На деле Такой пропагандистской Пиарной деятельности В Северной Америке То есть он Был назначен туда До революции И Дело доходило до того Что некоторые Даже как говорили Инославные Переходили в православие Включая священников А потом В 17-м году Об этом конечно Лучше рассказывать В Лиховом Переулке И возможно Мы этой темой коснемся Случилось уникальное событие 17-й год Одна революция Вторая революция Все кипит Бурлит И так далее А в Москве Происходит Первый поместный собор Где выбирая Со времен Петра I Патриарха И надо сказать Что если После февральской Революции Мнения разделились Во время этого собора Не все хотели Возвращение патриаршества Но уже после того Как Был приход К власти большевиков Однозначно сказали Что патриарха Надо выбирать Его избрали Вот им как раз Стал Тихон Там был такой Сначала лонглист А потом сократили До шортлиста Три человека Вышли в финал И вот Соответственно Под иконой Владимирской Божьей Матери Вытянули жребий Вот Тихон Который изначально Набрал меньше всех голосов Он и стал патриархом Ну и соответственно Естественно Он начал Как бы Призывать людей Как вы понимаете К сопротивлению Тому что Начало происходить Предал Анафьями Но не столько большевиков А вообще всех тех Кто Занимался там Грабежами Убийствами И так далее Ну и как вы понимаете Попал И под следствие Против него С подачи Льва Давидовича Троцкого Готовился процесс Но он умер своей смертью Именно В клинике Здесь В 1925 году И По Свидетельству Оставленному Последними его словами Были Ночь будет Длинная Темная Темная А мы с вами смотрим Вот на этот Замечательный особняк Построенный Архитектором Львом Кекушевым Я вам хочу показать Как он выглядел Вот Этот мастер Московского Модерна С очень Уникальной Загадочной судьбой Мы до сих пор Точно не можем Сказать Про Рассказать про Обстояние его смерти И Вот Картинка Древолюционная Видите Стоит тот же самый Особняк С Бизнес Такси Яндекса Того времени Да И обратите внимание Как изменился Особняк С правой стороны Он немножечко Пророс То есть Тут есть Мезонин На первом этаже А там Он уже отсутствует Его настроили Дело в том Что здесь Родилась Третья Дочь Льва Кекушева Которая Которая Вышла замуж За Сергея Топлининова Жившего Месте со своим Братом Владимиром В Мансуровском Переулке Где мы с вами Окажемся И именно Поэтому В доме Мастера Да Именно поэтому Некоторыми Историками Считается Что это Дом Маргариты Ну Понимаете ли В деле Атрибуции Каких-то адресов Особенно Это касается Петербурга Достоевского Все очень сложно Потому что Ну мы же можем Только по косвенным Признакам Понять То оно Или не то Поэтому Ну в принципе Почему бы и нет Особняк вполне подходит Льва этого Кстати Одно время не было И я раньше Когда водил из экскурсии Я показывал фотографии Вот вам Пожалуйста Особняк со львом А тогда он был Без льва Теперь его остановили Это вообще была фича Кекушева Он метил Здание львами Потому что Это был его Ну такая Фирменный знак У нас Например В Петербурге Архитектор Хренов Помещал свою фамилию На фасад В Париж Вы пойдете Там вообще Почти каждый дом Построенный После Барона Османа Помечен Сейчас Подожди Не будем кидаться Под машины Вот Можно пока сюда Посмотреть Замечательный Лужков стайл Имени Мишневской Даже говорить про это Не хочу Входят в топ Самых уродливых зданий А я вам сейчас Устрою тоже Такую Ну Небольшую прогулку Ну Какие есть Проходные дворы В Москве Да К сожалению Других не нашел Но Важно же еще Показать Какие-то старые реликты Их здесь есть У меня И Пока мы с вами гуляем Я начну рассказ Про другого персонажа С которым мы с вами Столкнемся На следующем переулке Это конечно же Знаменитый Веначальник Брусилов Дело в том Что Он Был тем Человеком Который Когда Началась Советско-Польская война У поляков У Пилсудского Конкретно Были планы Захвата Территории Украины И всего остального Вплоть до моря Ну вот это Известная тема От моря до моря Да Речь посполитая От моря до моря Взяли Киев Они Вместе С Петлюрой И в общем-то Дело начало Пахнуть керосином И тогда Брусилов Написал Воззвание Ко всем Белым офицерам Чтобы они Шли в Красную Армию И благодаря Его Воззванию Это начало Происходить Более того Благодаря этому Воззванию Многих из них Освободили Из-под стражи И приняли На военную службу То есть Он себя предложил В качестве Эксперта Как бы сейчас сказали Военного Красной Армии И конечно же Лев Давидович Штурский Тут же уцепился За эту возможность Был создан Специальный совет Который возглавил Брусилов Сейчас мы на секунду Прервемся Потому что я хочу Вам показать Вот это здание В чем мы сюда идем Вот если мы посмотрим С этой стороны Вот я даже могу Вот Видите Тут штукатурка Да У нас Но Дом-то деревянный Как и Блин Все эти дома На самом деле Вот Видите Прям Изба Изба Бревна Идут Ну и Естественно Как заведено Было В Древней Руси Какая же Изба Без металлопластикового Окна Вот Видите Но сейчас Он на реконструкции То есть Его приводят В порядок Но Здесь как раз Есть возможность Показать Внутреннюю структуру Здания Изначального Собственно Ради чего Я сюда и пришел А мы с вами Будем нырять дальше В переулок Что-то он так Как-то Слушайте Какие вежливые ребята Сеньки Веримач Причем Видите Если бы мы посмотрели На это здание Изначально Опять-таки Мы бы никогда В жизни не догадались Вот туда посмотрите Вот этот дом Вам напоминает Деревянный дом Да Но мы смотрим На него Нам кажется Что он каменный Понятно Что он сейчас Новодельный Да Но изначально Когда он строился Он был Вот такой же структурой Вот драночка Там не знаю Будет видна Через сетку Наша любимая драночка Да нет Вы можете проходить Девушка Да-да-да Мы не заразны Мы идем сюда Так вот Брусилов Написал Ты воззвание Все Молодец У него Соответственно Сердце болит За отчизну Дело в том Что он Вместе со всеми Остальными Там Генералами И офицерами После февральской революции Не поддержал Николая второго И вообще Он считал Что Николай второй Должен передать Он не считал Что нужно Проразить монархию Он считал Что Николай второй Должен отойти От управления Ну и часть Офицерского состава Считала Что может быть Настало время Для конституционной Монархии Да Но про полный Отказ от монархии Никто из них Не говорил Он же Еще до того Как он написал Это воззвание Он поехал В Чехословакию А Чехословакия Это для нас В то время Осталось исключительно С мятежом Белочехов И он дал Фрунзе Честное слово Что он вернется Он когда-то приехал Чехи ему предложили Квартиру И пожизненную пенсию Он отказался И как честный Царский офицер Вернулся обратно Жил в Мамсурском переулке И когда Был замес Семнадцатого года Про который я буду Рассказывать Уже На причисленке Потому что там В седьмом доме Находился штаб Военного округа За который была Битва Смотрите Вот это вот Мне очень нравится Такая вот Если ты отсюда Сделаешь Такая перспектива Прям почти средневековая Да И здесь бегает Маленький Человечек Который вам Рассказывает Всевозможные Истории А вот Человечек Спускается Замечательными Маленькими Историями Забежал Забежал В рот И теперь Выплевывает Информацию Это если Кто-то Смотрит Из нас Из детей Вдруг Потому что Такое тоже Происходит Соответственно Хотя я ставлю На свой контент Ограничение Что не детский Ну это требование Ютуб Но просто Мне многие пишут Смотрим себе С семьей Смотрю с сыном Смотрю с дочкой А некоторые пишут Ой Павел Знаете я Своих родителей Так приохотил К вашему каналу Что они теперь Не могут С него Слезть Ну приятно Чего сказать Да И он Соответственно Брусилов Жил в этом Мансурском переулке Туда прилетел Снаряд Его ранило Это кстати История Как про Милорадович Милорадович Вот он Храбрянович Он же прошел Все войны Вообще Без единой царапины Там В одной из битв Под ним Шесть лошадей Было убито А погиб На Сенатской площади От Пули Собственно Русского офицера Брусилов Не погиб Не погиб Он Выжил Но получил Серьезное ранение Но Что было Но Я расскажу Чуть дальше Потому что Большое спасибо Что вы нас пропустили Потому что Мы вышли К еще Одному Потрясающему Дому И адресу На самом деле Тебе лучше вернуться Потому что Хочется показать Вот эту Замечательную Панораму Тем более Там такая стена С плющом Красивая И видно Видите Как Красиво делали Фасады Ну а На Брандмауэр Можно забить Болт Что касается Этого здания Это вот Редкий пример Такой знаете После пожарной Москвы Но Опять таки Вспоминая Вот тот дом Да Он у нас Абсолютно Не каменный Изначально Был построен Это такая Особняк Кузнецовых А вот это здание Деревянненькое Посмотрите Прекрасненькое Вот оно-то И считается У нас Домом мастера Потому что Сюда Как раз К Топлининовым Владимир с семьей Жил на втором этаже Сергей Топлининов Жил на первом этаже Как раз таки С супругой Марии В девичестве Кекушевой Ну и сюда К ним приходил Булгаков И здесь Возле печки В полуподвальном Этаже Начинал писать Мастер и Маргарита Роман с очень сложной Судьбой На самом деле Как и роман Собачье сердце Абсолютно Сто процентов Антисоветский Как бы Но Поэтому Мастер и Маргарита При жизни Не мог быть напечатан Он появился Только уже В хрущевскую отепель Сейчас не хочу Этой темы касаться Потому что Мы еще будем Говорить про Произведения Булгакова На других Экскурсиях Но это конечно же Зашлуга Целиком Полностью Третьей жены Булгакова Шиловской Она вот Посвятила себя Ну такому Подвигу Жены Гениального Автора Вот здесь В этом доме Если мы сюда Приблизимся Да Мы увидим Бюст Который Установили Совсем недавно Брусилов у нас Конечно же Ассоциируется В первую очередь С брусиловским Прорывом Да Очень кстати Круто сделана Вот эта вот Не хочу сказать Слово Подставка Да Только вот Оформлена С такими Вычербленными Но это не стена Судя по всему Это броня Да И кстати Смотрите Какой интересный Текст В восемнадцатом году Всего лишь Университет Синергия И там Написаны Те кто Поспособствовал Скульптор Денис Петров Ну вот Скульптуру Не могу оценить Я не искусствовед Но вот эта Нижняя часть Мне очень нравится И кстати Как они оформили Надпись Мне тоже очень нравится Архитектор Вот это заслуга Архитектора Андрея Долотова Андрей Долотов Вы большой молодец Мне зашло Скажу честно Соответственно Брусилов Когда началась Гражданская война Он На какое-то время Поддерживал Красных И как казалось Им Искренне Но он пытался Таким образом Найти компромисс Ну и естественно Дальше его Пытались Точно так же На него воздействовали Чтобы он и дальше Продолжал Активно Агитировать За переход В советскую Красную Армию И ему дали Обещание Что с теми Офицерами Которые перейдут Ничего не произойдет Ну он Так как бы Он же свои слова Давал Он же За базар отвечал И он поверил В это И когда начались Репрессии Против белых офицеров Когда начались Гонения на церковь А он был Дико верующий человек Брусилов Надо сказать Испытал Самый настоящий Моральный шок И он оставил Воспоминания Хранившиеся В Чехословакии И эти воспоминания Вместе с другими Рядом Другими архивами После войны Были переданы Сюда Нам И надо сказать Что вот Второй том Воспоминаний Не печатался Потому что там Конечно Советская власть Называлась Просто сатанинской И это было Крайне неудобно Для Людей того времени Я просто Ищу очередные картинки Но не здесь Наверное Надо показать А вот он Мансуров переулок Вот смотрите Давай мы сейчас Встанем туда Для начала Я вам покажу Другую Другую картинку Только не надо Ныть вот это А могли бы там Вылетать Будут вылетать И здесь Вот и здесь Вот этот дом У нас Узнаваемый Просто Если они будут Вылетать Я не смогу Прямо пальцами Показывать Что я имею ввиду Видите Вот эти балконы Вот они Вот здесь Угадываются Эти балконы Корабейников Переулок Потому что Здесь действительно Ходили корабейники Обратите внимание Какие дома Стояли Вот на месте Этого Замечательного В кавычке Новодела А сейчас Я вам покажу Соответственно Перспективу В другую сторону Это уже Мансура Переулок Как он раньше Выглядел Есть такая Цветная фотография Вот эта башня Очень хорошо Видна На этой картинке Посмотрите Да Вот какой Замечательный дом Стоял здесь С надписью Харчевня Как это мило Харчевня И дальше Абсолютно Низкорослая Москва То что мы Так любим Колем И лелеем Ну а мы С вами Приближаемся Еще к одному Знаковому Конечно же Адресу Московскому Дом Этот Долгое время Был на Реставрации Я как-то Мудрился Здесь В 2016 2017 Году Провести Экскурсии А потом Прихожу Он весь в сетке Закрыт И так далее Я имею ввиду Конечно же Дом Связанный с Нашим Замечательным Писателем Тургеневым Известный Еще как Дом Муму Дело в том Что действительно По Воспоминаниям Сестры Все события Которые были Описаны В этом Романе О котором На фоне Которого Я лично Все слезы Пролил Семь детстве Пойдем быстренько Перейдем туда Пока Горит Иван Сергеевич Тургенев Он Ну давай Покажем Эту замечательную Усадьбу Вот прям Вот такая Какая она и должна Была быть Да Вот 19 век Лев Толстой Александр Сергеевич Пушкин Вот она Москва Того времени Мы с вами Зайдем во двор У Тургенева Была мать Неожиданная Правда Информация Она кстати Похоронена На кладбище Донского монастыря Я с трудом Нашел ее могилу Варвара Петровна И дело в том Что у нее Самой была Несчастная судьба Она И в своей Семье Она была Не очень счастливая Потом соответственно Она к отчиму Перекочевала Отчим начал До нее домогаться Когда она Достигла полувозрелости Но потом ей повезло Отчим умер И она соответственно Получила громадное Наследство И я уж не помню точно Но по-моему Было 30 лет Когда она Наконец-то Вышла замуж 30 лет Замуж в то время Это как сейчас Ну я не знаю Это в 50 Потому что Нормальные люди Выходили замуж Вот сразу же И Пойдем Вот туда пойдем Сейчас И конечно же Молодой Повеса Тургенев Муж ее Он женился На ней Не ради ее красоты Не ради ее Замечательного нрава А конечно же Ради ее бабла Ну и в общем-то Начал ее изменять И короче И у нее там Оказалась вдруг Дочь Побочная В общем целая Такая Санта-Барбара Крепостная И она Вот этот какой-то Не хочу Не удовлетворенность Назовем это так Да Она вымещала Потом на своих детях Вот например Иван Сергеевич Она секла Секла постоянно Он описал В своих воспоминаниях Что Без всякого суда и расправы Мать Точно же Начала меня сесть Секла собственными руками И на все мои мольбы Сказать за что Меня наказывает Говорила Сам знаешь Сам должен знать Сам догадайся За что секу тебя А он не знал И вот она секет его День Сечет Секет Сечешь Это немножечко другое День Два Три Он не понимает В итоге он решил Убежать из дома Он собрал Своей маленькую Котомочку Монатки Своей Пошел Он еще подросток Был совсем молодой И как он пишет Встретил немцев Учителя Его В комнате Не в комнате Точнее При выходе Из дома Тот его Держа Свечу в руку Взял Говорит Ты чего Он говорит А вот меня секут Я не знаю за что Дальше Соответственно Была история У него был брат Старший Мать Предложила этому брату Перебраться из столицы Петербурга Сюда Там он мог делать карьеру Он вышел Он женился Вопреки ее воле И У них было Трое детей И она попросила Присылать портреты Их Разбила Эти портреты И в тот же год Все дети умерли Ну это совпадение Но понимаете Такое И она держала брата На голодном пайке Ивана Сергеевича Держала на голодном пайке Не давала им вообще практически денег Ему приходилось Занимать У своих собственных Там Крепостных И вот Одна история Меня просто убила Когда он был На Франции И попросила Матери денег Она послала ему посылку Он получает посылку Посылка тяжелая Я не знаю что Золотые слитки открывает А там кирпичи То есть она ему послала Кирпичи Вот что это такое Да Ну и в итоге Как вы думаете Вот если ребенка Постоянно сечь Если его унижать Вот как бы Он вырастет Закомплексованным Или нет И поэтому Он признавался Вот В письме В письме Фету Я заслужил то Что со мной происходит Счастливым я способен Быть только тогда Когда женщина Поставит свой каблук Мне на шею Вдавливая меня носом В грязь Что имеется ввиду Имеется ввиду Конечно же Роман с Полиной Виордон Полина Виордон Надо было Надо сказать Была Ну Как бы сказать Ну вот смотрите Вот она Вот такая вот она Ну Миловидная Да Согласен Но Все равно На любителя Да Хотя меня может быть Обвинят в сексизме Сейчас особо Яные люди Но я сейчас хочу Показать ее Уже в зрелых годах Но дело в том Что она была певицей Артистичная натура У нее были поклонники Огромное количество Поклонников Репин писал Что на нее можно смотреть Только Фас Профиль невозможно И Например Тургенев был Одним из четырех Поклонников Которые за ней бегали Они подстрелили Медведя Сделали Шкуру Подарили ей И когда она После концерта Садилась на эту шкуру Они садили По четырьмя лапами Их называли Четыре лапы Вот здесь У нас Памятник Недавно сделали Собачке Посмотрите Какой он милый Этот песик Несчастный Му-му Ну и в итоге У Тургенева Был романс Виардо Причем Вот стихи Некоторые Меня просто поражают Которые он Зацените Гениальность Когда так радостно Так нежно Глядела ты В глаза Мои И лыбезал Я безмятежно Ресницы длинные Твои Рифма Огонь Когда бывало Ты стыдливо Задремлешь На груди Моей Я любуюсь Боязливо Красой Задумчивой Твоей И Например Тысяча благодарностей За милые ногти Замен посылаю вам Свои волосы Прошу вас прислать Мне лепесток Из-под вашей ноги Целую милые Дорогие ноги Короче Виардо Просто держала его На такой Насадом Мазодистанции Она Рассказывала ему Про свои любовные Похождения Он ездил за ней Был другом семьи Она Я так понимаю Держала его На голодном Сексуальном Пайке Я думаю Периодически Как бы Позволяя Воспользоваться Ситуацией И Тургенев Все это сносил И все это Последствия Вот этого Замечательного Воспитания И когда он Один раз Приехал сюда Устретил Какую-то молодую Девочку Которая несла Ведра Тяжелые Он говорит Это кто? Она так не сознается Ему Его крепостные Говорят Так это ж ваша Действительно Оказывается Это была его дочь От одной из Крепостных Его матери С которой он сошелся Мать Даже не сказала ему О том Что это дочь Родилась Он был в таком шоке Он естественно Изъял Отправил во Францию И собственно Там она потом И жила Довольно Счастливой жизнью Вот здесь у нас Замечательная Такая Современная Фреска С собачкой Но уже не муму Тургенев Как вы знаете Был заядлый охотник Здесь ему Поставлен памятник Но такой Как бы Натуралистичный Памятник Если не сказать Грубее Но тем не менее Обратите внимание Что по моде Того времени Вот эти вот Лосинки Они должны были Быть обтягивающими Да Соответственно Всегда у вас Просматривались Гениталии Ну вот Это такая Мода была Да Брюки Лосинки Обязательный Конечно же Жакет Галстук И все остальное В итоге Тургенев Вступил В наследство Уже после Смерти матери Что позволило Ему Писать Совершенно Спокойно И свободно Не нуждаясь В деньгах Из-за чего Ему Ну Крайно говоря Завидовал Федор Михайлович Достоевский Который постоянно Гнал Строчку Ради заработка И У них была Очень жесткая Ссора С Тургеневым Один раз Я про это Рассказывал В другом месте Они смогли Помириться Только на открытии Памятника Пушкина В 1880 году А до этого Были Совершенно В жестких Контрах И Тургенев Также У него был Такой Некий Свой Бизнес План По Сотворению Своего Собственного Счастья Он встретил Феоктистку Как он Называл У Своей Сестры У Кузины Крестьянка Красивая И Тургенев В нее Влюбился Как Мальчик Ну и Соответственно Поскольку Дело Было В ту Эпоху Самое Простое Время Что Сделать Девочку Купить Девка Крепостная Стоила Тогда 25 Рублей Ну 50 Рублей Это Максимум А Сестрица Его Кузинушка Понимая Какие Чувства Она вызывает У Ивана Сергеевича Тургенева Зарядила 700 Рублей Ну и Иван Сергеевич На это Пошел Купил Ее Так Понимая Что Сделал То Что Надо Сделать Ну и Пытался Как-то Образумить Там Начал Ее Учить Грамоте Ей Это Все Не Нравилось И Короче Он Разочаровался Крепостных Даже С такими Благими Целями Она Была Как вы Понимаете От них Не редкость В то Время Ну а Мы С вами Приходим К Такому Завершающему Этапу Нашей Экскурсии Пойдем Сюда Потому что Нам Надо Рассказать Во-первых Вот этот Дом Он Раньше Принадлежал Петру Еропкину У нас Иногда Раньше Знаете Фамилии Головкин Еропкин Называли На французский Манер Еропкин Головкин Этот Петр Еропкин Как раз Отличился Именно В 1770 году Когда В Москве Случился Холерный А точнее Говорят Чумной Бунт Это Была Одна Из Последних Вспышек Чумы Завезенная К нам С полей Русско-турецкой Войны Которую Мы Тогда Вели Она Вспыхнула Сначала В Лефортово Потом Еще В одном Месте И Надо Сказать Что Конечно Московское Правительство Повело Себя Максимально Эффективно Значит Иван Юшков Дальше У нас Господи Салтыков И Оберполицмейстер Они просто Уехали Из Москвы И вот Самым Старшим По званию Остался Как раз Иван Еропкин И там За место В чем Был Я рассказывал Об этом На одной Из предыдущих Экскурсий У Варварских Ворот Висела Икона Боголюбской Божьей Матери И пошел слух Что надо Соответственно К ней ходить Она исцеляет От чумы И народ Туда Начал Стекаться А Амбросий Этополит Он Естественно Запретил Эти сборища Ну потому что Он же не идиот Он понимает К чему это приведет Пошел слух Что он Деньги Которые Сдавались На благо Этой Иконы Как бы Фонд Себе забрал В общем Разъяренная толпа Сначала ворвалась Чудо В монастырь Его разграбила А потом Донской Где этого Несчастного Священника И убила И тогда Иван Еропкин Петр Извините Еропкин Он Естественно Докладывал Екатерине В Петербург Столицу Обо всем этом Собрал войска Начал подавлять Этот бунт Жестоко Причем Он сначала Пытался Это сделать Человечными методами Он закричал Точнее Когда был На красной площади Замес Пульнул сначала Холостыми Все увидели Что не берут И говорят Богородица за нас Ну тогда Пришлось пулять Уже не холостыми А вполне себе боевыми В общем Подавил Как мог этот бунт И тогда сюда прибыл Григорий Орлов Надо сказать Что Григорий Орлов Каким бы туповатым Он ни был Что привело В общем-то К плавному Разрыву с Екатериной Она все-таки Была женщина образованная Любила красивых мужиков Ну и ей нужны были Все какие-то Высокие материи Но вот как менеджер Он был прям огонь Он приехал сюда И что он сделал Они разделили Москву На несколько кругов Они Значит Люди боялись Ходить в карантин И в больнице Потому что они были уверены Что их там убивают Орлов предложил Хватить им деньги По выходе из больницы Причем деньги большие Там до 15 рублей Это колоссальная сумма Народ повалил туда Орлов лично ходил По больницам Смотрел Как это все делается Начала производиться Дезинфекция Ну и вообще Соответственно Вот этими методами Чума пошла на убыль Из-за чего В Царском селе По проекту Ринальди Были поставлены Триумфальные ворота Екатерина распорядилась Вот Орлову Избавителю Москвы От чумы И они до сих пор стоят И надо сказать Что вот эта чума Она привела к чему Она привела во-первых К тому что наконец Начали делать водопровод В Москве Во-вторых Улучшилось состояние дорог У всех общественных заведений Ну и в общем-то Вот Петр Еропкин Когда извинялся Перед Екатериной За кровопролитие Он попросил его уволить Она прислала ему Бланк С текстом увольнения Но без даты Сказала напишите сами Такая Ну и 20 тысяч рублей Подогнала А потом сюда заехало Коммерческое училище Где учились Люди Различной наукой В том числе Бухгалтерии Ну и как мы сейчас сказали Менеджменту Да То есть Все-таки Эпоха была такая Вот здесь например учились Сергей Михайлович Соловьев Историк Кстати родился он тут Тут же на причисленке В доме Иван Алексеевич Гончаров Правда Его отсюда отчислили Об этом доска Не упоминает И В этом коммерческом училище У нас Было еще масса всего Но нас интересует еще ряд Мемориальных досок Которые здесь висят Пока мы к ним дойдем Вот этот вот Памятник На самом деле Ополченцам Видите Была сформирована Здесь дивизия Народного ополчения Фрунзенского района Ну и как вы понимаете Ополченцы несли Страшные потери Потому что Это все таки Не боевые части были Не Приспособленные Изначально К ведению войны И хочу сказать Что наши боевые части Потери не несли Но все таки Пропорциональная Составляющая была Так другая Это по проекту Кербеля Скульптора Сделан этот памятник Он же автор Памятнику Карлу Марксу Напротив Большого театра Который Фейна Ранецкого Я назвала Холодильником Также здесь Учились Вот Николай Сергей Вавиловы Дело в том Что как раз Про второго Я немножечко расскажу Я тут вроде как Договорился С ГОИ Государственного Оптического института В Петербурге На Стрелке Васильевского острова Закрыт абсолютно объект Ну вот как раз Там один из братьев Вавиловых Был долгое время Митинга Развязка всего этого Развязка всего этого Естественно Платно расстреляли Доска повешена Уже в эпоху Ну вот Отката Этой идеологической системы Нашей А мы с вами подходим Вот сюда И здесь мы будем С вами финализировать Давайте-ка я к вам Загляну Посмотрю сколько у нас Там времени Чувствую себя Немножко девушкой Да Вот это когда Такую большую юбку Она задирает Или бабушка на огороде Совершает такое Деяние Времени Ну да Норму же гуляем Так Дом Прекрасный дом Во всех отношениях Померанцев переулок Назван так В честь Одного из Людей вообще-то Из ученого мира Алексей Померанцев Он был В 193-м Злополучном Пехотном Запасном полку Который располагался В хамонических Казармах И этот полк Участвовал Событиях С 17-го года Он как раз Вел По причистенке Брать Штаб Военного округа Москвы И здесь В бывшем Троицком переулке Он был ранен Но в 20-х числах В 20-х годах Он как-то Разошелся С советской властью И вообще Была заметка О том Что назван Переулок В честь его Потому что Он погиб Геройски И удивился Что он Конечно Геройски Воевал Но не погиб И если верить Льву Колодному Краеведу Замечательному В кавычках Московскому Замечательному В том Что он один из первых Но книжки Читать невозможно Абсолютно Я никому их Не рекомендую Он заходил В гости К Померанцеву И застал его За прослушиванием Голоса Америки У радио И здесь У нас есть Мемориальная доска Сергей Александрович Есенин Жил в этом доме Мне сейчас понадобится Телефон Для кое-каких Моих шпаргалок Дело в том Что Сергей Есенин У нас Ведь как считается Что он такой Ну Деревенский Народный Поэт Есенин Был одним из первых Собственных Имиджмейкеров Я бы так его назвал Дело в том Что он был Отнюдь не Деревенский Уволень Он конечно Родился в деревне Но он К тому моменту Как начал Себя строить Поэтическую карьеру Уже несколько лет Жил в Москве И работал На секундочку Вообще-то Блин Корректором Сытинской типографии На Пятинской улице И Но Поскольку он понял Что вот сейчас Тренд на все Такое народное Народное Он облачился В эту рубашку Надел сапоги Или валенки В которых он приходил К Зинаиде Гиппиус В Петербурге Значит Вот эти все В свои вышиванки Прочи Распустил свои кудри Золотые И начал Сторочить Стихи Причем он В них вставлял словечки Которые специально Вычитывал В словаре Даля Про Кстати Даля Недавно вышел выпуск У меня в серии Нижний с персом Напротив дома Где он жил Долгое время В Нижнем Новгороде Вот И Как-то раз Маяковский Встретив его На одном из Раз уж мы сегодня Заговорили про Маяковского На одном из Таких поэтических Вечеров Он Посмотрел на него И спросил Это Типа что Для рекламы Ну потому что Маяковский точно так же Ему же мама сшила Вот эту кофту Желтую Черную Это на самом деле Вот как знаете Билайн Вот это В такой кофте Маяковский выходил И прикиньте Время было Шокировало Шокировало публику Вот ведь Если бы они Увидели бы Клип Мерлина Мэнсона Я вот подумал тут Что бы с ними было В то время Вот И он называл его Декоративным мужиком А Про речь его говорил Что как будто Говорящее лампадное масло Есенин отвечал Мне так Голосом таким Как заговорило бы Вот должно быть Оживленное лампадное масло Что-то вроде Мы деревенские Мы этого вашего не понимаем Мы уж как-нибудь По нашему В исконной Посконной На что Маяковский сказал Что держу пари Скоро вы все эти Свои петушки Грибушки Бросите Елапти То же самое И действительно Есенин потом Переобулся Он как бы Когда связался С саможенистами Оделся реально Фрак Ходил там с тростью В цилиндре Под пушки накосил Ну на самом деле Это были такие Первые литературные панки Они там переименовали Улицы Своим именем Таблички меняли И вообще Устраивались Возможные Такие Перформансы В ментовке Был негласный закон Есенина Арестовывать Но отпускать То есть его Как бы Несмотря на то Что его обвиняли В антисемитизме Он всегда говорил Слушайте у меня двое детей От еврейки Чего вы хотите Имел ввиду Зинаиду Райх Которая потом была Женой Всеволода Емельевича Мерхольна Кстати по некоторым данным Мастер Это Одним из прототипов Мастера был Мерхоль Потому что он Носил шапочку Как и мастер И Его и реально Называли мастером В театральном мире Вот И действительно Когда Вот он Увидел Маяковский Его в таком Обличье Он крикнул Есенин Вы в галстуке И в пиджаке Отдавайте деньги За проигранные пари Ну в общем Контры были Вот например Александр Сергеевич Разрешите представиться Маяковский Это Маяковский Пишет По поводу памятника Пушкину На нынешней Пушкинской площади Что ж о современниках Не просчитались бы За вас полсотни Отдав От зевоты Скулы Разворачивает аж Дорогойченко Герасимов Кириллов Родов Какой отвратительный Пейзаж Кстати про Кириллова У меня был выпуск В серии Поэты на страже террора Вот вы знаете Такого Герасимова Дорогойченко Я знаю Герасимова художника Ну Есенин Мужиковствующих Свора Смех Коровы В перчатках Лайшных Раз послушаешь Но ведь Из хора Балалайшник Вот так вот он его Чистил На что Есенин Отвечал Не имел стихов Российских жар Есть Маяковский Есть и Кромин Но он Их главный штаб Маляр Поет о пробках В Масельпроме Ну помните Да Я вам только что Рассказывал про Масельпром Очень в тему Это стихотворение Ну и Еще у них там Были всевозможные Контры Вот например да Были такие знаете Версусы Баттлы Баттлы между поэтами В 20-х годах Они назывались Диспут Диспут суд И вот Есенин Ой Маяковский говорит Я сейчас из камеры Народного судьи Разбиралась Необычное дело Дети убили свою мать Они оправдывались тем Что мать была Большая дрянь Распутной продажной Дело в том Что мать была Все таки поэзия А детки ее Маженисты На что Есенин Отвечал Ну Не мы А вы убиваете поэзию Вы пишете не стихи А Агетезы Маяковские А вы Кобылезы Это имеется ввиду Отсылка вот к тому Знаменитому стихотворению Есенинскому Да Ну что ж Так принимая Москва Отчаянное хулиганство Посмотрим кто кого возьмет И вот в стихах моих забило Салонный Вылоченный Взброд Мочой Рязанская кобыла Ну и короче В общем Есенин скитался Скитался У него там была жена Вторая Третья Третья вот На самом деле Здесь жила Внучка Толстого Льва Толстого А у Есенина Никогда не было Своего угла Вообще В принципе И он наконец Решил как-то Ну Постепениться Сватался И к дочери Шаляпина Сейчас стебался Вот думаю У детей моих Какая лучше будет фамилия Есенины Шаляпины Или Есенины Толстые И Переехал сюда К ней Но все время Говорил Что у него Дайвит Вот эта борода Потому что Там висели Портреты Льва Толстого И именно Отсюда Он Сел в поезд Уехал В Ленинград И там Соответственно Покончил с собой Гостиница Англитер Есть версия Что ему Помогли В этом Ну вот Я тут Смотрел Один круглый стол Где сидели Четыре искусствоведа Причем Один из них Ну не столько Искусствовед Как Захар Трилепин И они все В один голос Сказали Что это было самоубийство По их мнению Тем не менее Как бы Есенин Вроде как Судьбу Причувствовал Потому что У него ведь Были такие строки Если вы помните Про хулигана Да Например Не злодей И я И не грабил лесом Не расстреливал Несчастных По темницам Я всего лишь Уличный повес Улыбающийся встречным лицам Не расстреливал Несчастных По темницам Дело в том Что все тогда знали Что при царизме По темницам Не расстреливали При царизме Вообще не пытали В охранном отделении Никогда Практически Есть версия о том Что Каракозова пытали А остальных нет Я немножко изучал Этот вопрос Поэтому в курсе А расстреливать Вообще никогда Не расстреливали Их вешали всегда Причем в определенных местах Там Шлиссельбург возили Лесинос возили Если говорить про Петербург Да То есть Всегда было повешение Расстреление Не рассматривалось Как выгодная мера Потому что Оно оказывало Оно оказывало Звонит Егор Яковлев Мой замечательный приятель Я буквально Вскоре Ему перезвоню Егорушка Я тебе перезвоню Буквально через 5 минут Ага Давай Считалось Что это оказывается Деморализующее воздействие На войска Поэтому предпочитали вешать И вот понимаете Такое писать Все это прекрасно считывали Поэтому на мой взгляд Если бы Есенин не закончился В 25-м году Если бы Маяковский не закончился Не закончился бы В то время В какое он себе избрал То я думаю Что в 36-37-м Их могла постигнуть Та же самая судьба Как например Друга Есенина Эрлиха Я сейчас покажу Такую замечательную фотографию Это он с Эрлихом И со студентами Сельскохозяйственной академии На памятнике Пушкину Восседает Эрлих был его ближайшим другом Ну По мнению некоторых Агентов НКВД Но ГПУ Но При жизни Никто не обвинял Эрлиха в том Что он поспособствовал Уходу Есенина На тот свет Вот Ну вообще конечно О смерти Есенина Надо рассказать На Исаакиевской площади Возле гостиницы Англитер Которая кстати Полностью была восстановлена Снесена и восстановлена В 80-е годы При Советском Союзе Тем не менее Вот последний адрес Нашего замечательного поэта Бедная его жена Которая наблюдала это все Кстати по поводу Еще Последний стишок Я вам прочитаю Потому что он касается Приблудного Того самого Есенинского кореша Тоже расстрелянного К сожалению Просто я не знаю Ну просто Не я это придумал Ребята Уж простите Я рассказываю Про то как есть Где-то у меня было Это стихотворение Про храп За который он извинялся Но похоже Я его сюда не записал Ну простите Да В общем там есть обращение Как раз К внучке Толстого Где Есенин извиняется За то что он За Ивана И вот за храп За свой Иван это как раз Вот Иван Приблудный Ну в общем то Это то что я вам Хотел сказать Сегодня Не болейте Носите Маски Очень странно Она у меня здесь конечно Висит мягко говоря Да Но тем не менее Вы еще иногда пишите Про обувь Чтобы я подбирал обувь Ну ребята Ну извините Я приезжаю в Москву Я приеду Я приеду вот Я думаю что в конце ноября В начале декабря Друзья мои Ролик записывался Еще в самом конце Октября 10 ноября Мэр Москвы Собянин Ввел новые Ограничительные меры Поэтому Когда я приеду В Москву Пока непонятно Следите за анонсами У меня в группе Вконтакте В инстаграме И на сайте Ссылки на которые Будут размещены В описании Под этим роликом Переиздание Путеводителя Готовится Обязательно Ссылка на Замечательного Оператора С усами Он так сам себя Означает Между прочим Это я не стебусь Он сам себя так назвал В инстаграме Точно так же Будет помещена Вот там вот Задавайте ваши вопросы Пишите комментарии Пожелания какие-то Высказывайте Поправляйте меня Я всегда За Так сказать Новую информацию Я могу что-нибудь Сморозить И в этом признаюсь С вами был Гид Павел Перев Из Петербурга В Москве Увидимся Пока